Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Носительство достигает 16-35% у стационарных пациентов, причём процентное соотношение пропорционально продолжительности пребывания в стационаре и увеличивается при воздействии антибиотиков. Основными путями передачи костридиальной инфекции являются фекально-оральный от человека к человеку, посредством загрязнения окружающей среды, через предметы обиходы и руки медицинских работников. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Известно, что клиническую картину обуславливают только токсигенные штаммы клостриди, которые выделяют такие токсины, как А, энтеротоксин, В, цитотоксин и бинарный. Бинарный токсин, риботип анападин В1, был впервые описан в 2000-х годах в Северной Америке. Исследования показывают тенденцию к более тяжелому течению заболеваний у пациентов, в калии которых определяется бинарный токсин. Клиническая картина заболевания многогранна, варьирует от бессимптомной колонизации до флюминантного течения. При отсутствии рациональной антибактериальной терапии, направленной на эрадикацию токсигенных штаммов клостриди, инфекция может прогрессировать и вызывать обширные воспалительные изменения в стенке толстой кишки с фибринозными наложениями по типу псевдомембран. Из осложнений можно выделить токсический мегаколон, перфорацию стенки кишки и сепсис. При классификации патологии по тяжести выделяют лёгкую форму, при которой развивается диарея с незначительной болью в животе, в средне-тяжёлую форму, при которой прогрессирует диарея, повышается температура до фибрильных значений. Тяжёлая форма клостридиальной инфекции проявляется сочетанием диареи с болями в животе с пластического характера, развитием лихорадки вплоть до гектических значений, лейкоцитозом. При тяжёлой осложнённой форме уже развивается полиорганная недостаточность, возможная кишечная непроходимость и лихорадка. Если вовремя не диагностировать и не лечить псевдомибронозный калит, заболевание может прогрессировать, и последствия будут катастрофичными для пациента. Токсический мегаколон – редкое, но угрозное осложнение болезни. Определяется как сегментарное или полное растяжение толстой кишки более 6 см, при наличии признаков калита и системной интоксикации. Данный синдром встречается до 3% случаев, сопутствующая смертностью от 38 до 80%. Впервые токсическая дилатация толстой кишки, как осложнение псевдомибронозного калита, была описана более 40 лет назад. Псевдомибронозный калит рецидивирует после лечения 8-50% случаев. К факторам риска рецидива инфекции относятся повторное дозначение одного или нескольких антибиотиков, пожилой возраст, тяжесть основного заболевания, низкая концентрация сывороточного альбумина, пребывание в отделении интенсивной терапии, а также вообще в стационаре более 2 недель. Частота рецидивов особенно высока в популяции онкологических больных, причем рак является независимым фактором риска рецидива. Диагноз псевдомибронозный калит ставится на основании клинических и лабораторных данных, реже после эндоскопического и рентгенологического исследований. Быстрая и точная диагностика необходима не только для индивидуального ведения пациентов, но и для профилактики внутрибольничной передачи инфекции. К сожалению, единого подхода к выбору диагностической методики нет. В настоящее время доступны различные лабораторные методы для обнаружения кластридин. Например, стереологические методы основаны на идентификации глутамадегидрогеназы и токсинов кластридий. К бактериологической диагностике относятся культуральные методы выделения токсин, продуцирующих штаммов, которые считаются эталонными методами диагностики. И молекулярно-генетические методы, например, ПЦР. При колоноскопии слизистая оболочка толстой кишки имеет розовый цвет с гладкой блестящей поверхностью, покрыта множественными до 1 см диаметра фибринозными бляшками. Колоноскопия может быть полезна для подтверждения диагноза, но однако есть риск перфорации в уже расширенной толстой кишке. При ультразвуковом исследовании отмечается усиленная перистальтика и утолщение стенки толстой кишки. Из рентгенологических методов используют обзорную рентгенографию, иригоскопию и КТ. Несколько слов о лечении заболевания. Бессимптомные носители имеют относительно низкий риск развития псевдомбронозного колита. Лечение не рекомендуется. Наиболее часто используемыми антибиотиками для лечения инфекции являются метроиндозол и ванкомицин, в том числе и у онкологических больных. Данные препараты применяются либо в качестве монотерапии, либо в комбинации в зависимости от тяжести колита, преморбитного фона, рефракторности заболевания и появления рецидива. Обычная доза метроиндозола составляет 500 мг 3 раза в сутки в течение 10-14 дней. Ванкомицин используется в параллельной форме в диапазоне 125-500 мг 4 раза в сутки. Параллельный ванкомицин не может достичь участков толстой кишки, которые не являются непрерывным сегментом ЖКТ, например, при операции Гартмана. При этом рекомендуется введение ванкомициноклизмой, что дает гарантию достижения препаратом пораженной области. Применяют ванкомициновые клизмы по 500 мг, разведенного в 100-500 мл 0,9% натриях хлорида, каждые 6 часов. Объем раствора зависит от длины обрабатываемого сегмента. Федаксомицин относится к макролидам. С 2011 года был одобрен для лечения клостридиальной инфекции в США. Дозировка федаксомицина составляет 200 мг 2 раза в сутки в течение 10 дней. Также из антибиотиков можно использовать тегициклин и рефоксимин. Трансплантация фекальной микробиоты означает, что кал здорового человека прививается больному. Фекальная трансплантация показала свою эффективность у онкологических больных с рецидивирующим псевдомбронозным колитом. Симптоматическое лечение предусматривает восстановление водно-электролитного баланса и профилактику минозных тромбоэмболий. При выявлении токсического мегаколона у пациентов с псевдомбронозным колитом и отсутствии признаков улучшения состояния на фоне консервативной терапии показано оперативное вмешательство. Ряд публикаций и следующих уровень послеоперационной смертности при токсическом мегаколоне подтверждают, что операция показана в тяжелых случаях и что субтотальная колоктомия является операцией выбора. К негативным прогностическим факторам риска смерти у пациентов относят развитие шока, определяемого потребностью в запрессорах, повышение уровня лактата свыше 5 ммл, изменение психического статуса человека, а также необходимость вентиляции легких. В настоящее время не существует четких критериев, определяющих порог для оперативного вмешательства. Однако, чем больше у пациента негативных прогностических факторов, тем раньше следует рассмотреть вопрос о хирургической консультации и оперативном лечении. А сейчас я бы хотела вам представить клинический случай, который произошел в нашей клинике. У пациента в марте 2013 года был диагностирован рак сигмовидной кишки второй стадии. В апреле того же года выполнена левосторонняя гемиколоктомия и передняя резекция прямой кишки. На четвертые сутки после операции выявлена несостоятельность колоректального анастомоза, проведена релопаротомия, резекция анастомоза, концевая трансферзостомия. Пациент выписан в удовлетворительном состоянии, в последующие полгода не получал адевантное химия лучевого лечения. В октябре 2013 года пациент поступил в диспансер с целью закрытия остомы. 22 октября была выполнена реконструкция толстой кишки. Операция протекала с техническими сложностями ввиду выраженного спаечного процесса в брюшной полости. После операционном периоде пациент получал в течение пяти дней цифтриаксон 2 грамма 2 раза в сутки и метроиндозол 500 миллиграмм 3 раза в сутки. На десятые сутки после операции в связи с появлением софибрильной температуры, спластических болей в животе и лейкоцтоза пациенту назначен цифтоперазон плюс сульбоктан внутривенно 2 грамма 2 раза в сутки. На этом фоне отмечалась положительная динамика. Выше перечисленные симптомы регрессировали. На 16-е сутки у пациента повторно ухудшается состояние. Появляется тошнота, рвота, фибрильная температура, частый жидкий стул. При осмотре живот был заметно вздут и болезненный при пальпации. На рентгенограмме определялись признаки толстокишечной непроходимости, как вы видите на слайде. На 16-е сутки пациент переведен обратно в реанимацию. На 17-е сутки диагностирован псевдомибронозный колит, начата антиклостридиальная терапия. На 18-е сутки у пациента развивается клиника септического шока, сопровождающаяся полиорганной недостаточностью. Проведена экстренная релопаротомия. Интраоперационно подтвержден диагноз токсический мегаколон на фоне псевдомибронозного колита. Выполнена тотальная колоктомия. В послеоперационном периоде состояние пациента оставалось крайне тяжелым. Продолжалось протезирование витальных функций. На фоне полиорганной недостаточности развилась почечная недостаточность. Проводилась заместительная почечная терапия. Общей сложности один сеанс гемофильтрации, четыре сеанса ГДФ. На данном слайде представлена динамика течения заболевания. Как вы видите, на 16-е сутки, когда пациент был переведен в реанимацию, у него был ЦРБ 300 единиц. Затем, после операции, на фоне проводимой интенсивной терапии, состояние пациента стабилизировалось. Отмечалась положительная динамика. Однако на 22-е сутки повторное ухудшение состояния. Опять потребовалось АВЛ. Как раз вот на 21-е сутки был подъем лейкоцитов до 32-х, то есть уже была пневмония. По рентгенограмме у него была левосторонняя нижнедалевая пневмония. С 37-х суток пациент дышал самостоятельно. На 45-е сутки мы перевели пациента из реанимации в профильное отделение, и на 55-е сутки пациент был выписан из стационара. Также здесь в таблице представлены все антибиотики, которые получал пациент. Выводы. В зависимости от различных факторов кластридиальная инфекция может прогрессировать и вызывать развитие псевдомбронозного колита, особенно у онкологических больных. Важной и до сих пор нерешенной проблемой является отсутствие в нашей стране единого подхода к лабораторной микробиологической диагностике кластридиальной инфекции, что приводит к запаздыванию в постановке диагноза, нерациональной антибиотикотерапии, и распространению возбудителя внутри лечебного учреждения. Колэктомия вероятно является операцией выбора после диагностики токсического омегаколона на фоне псевдомбронозного колита при неэффективной консервативной терапии и представляет собой потенциально спасительную операцию. Спасибо за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok